Как использовать iCos? Самая актуальная инструкция. Все iCos разные, а использовать их все одинаково. К вашему вниманию, моя коллекция iCos Duo, Multi и 2.4+. Чтобы использовать iCos, он должен быть заряжен. Как это понять? На каждой модели есть кнопка заряда. Зажимаем кнопку на 4 секунды. Отлично, iCos заряжен на 100%. Но даже если меньше, тоже можно использовать. Вынимаем держатель из зарядного устройства, а в Multi просто открываем крышку. Зажимаем кнопку на держателе, индикатор начинает мигать. Это значит, что лезвие начало нагревать табак. Если все ок, погнали дальше. Значит, берем стик, мой фирменный прием, разминаем его немножко пальцами. Проверено, так лучше тянется. Ну и вставляем табачной стороной вниз. До серебристой линии. Важно, стик не прокручиваем. А то бывают умники, которые покрутили и с первого же использования сломали лезвие. Вы так не делайте, окей? Что ж, можно использовать. Тут, в принципе, все как сигареты. Но только не тяните слишком быстро, иначе табак не будет успевать прогреваться. Тяните в обычном спокойном темпе. Так, мой Айкос только что дважды завибрировал. Это значит, что сеанс использования скоро закончится. Поэтому еще пара тяжек, и все. Финалити. Что же дальше? Вот тут важно. Сначала поднимаем колпачок, потом вынимаем стик. Сначала поднимаем колпачок, потом вынимаем стик. Поднимаем колпачок, вынимаем стик. Теперь запомнили? Ну что, поздравляю, вы научились использовать Айкос. Отправляем держатель в зарядное устройство на подзарядку. Если у вас дуо, можете, в принципе, использовать второй стик подряд. А если у вас мульти, то хоть все 10 стиков подряд. Ах да. Еще чисто из личного опыта, вот ей богу. Ставьте свой Айкос на зарядку вместе со смартфоном на ночь. Поверьте, разряженный девайс это не очень весело. Да и к тому же от пауэрбэнков он заряжается очень плохо. Поэтому лучше заряжать его дома с родным комплектом зарядки. Ну все. В описании под видео оставлю вам ссылочки на инструкции по каждой модели отдельно. А вы пока подписывайтесь на канал. Ну, по-братски прошу.